Петровский пост Петровский пост Петровский пост Петровский пост Ну, так для кратости называют Петров пост. – Ну, еще одно название – апостольский. Это тоже, наверное, связано с апостолом Петра и апостолом. – Совершенно верно, потому что это память святых апостолов. Его еще называли постом Пятидесятницы. Он достаточно поздний. Он, наверное, последний по времени установление из многодневных постов, которые у нас есть. – Есть такое мнение, что великие и рождественские посты необходимо обязательно соблюсти. А вот Петровские и Успенские посты вроде как необязательны. Так ли это? – Ну, вы знаете, ведь все это очень условно. Обязательно, необязательно. Для верующего человека обязательно исполнение всех церковных установлений. Если, конечно, у него есть для этого возможности. Поэтому, скажем, про Успенский пост я бы категорически не согласился, потому что Успенский пост очень строгий. Он по своей строгости и по своему литургической такой составляющей он как-то перекликается с Великим постом как раз. Апостольский пост действительно достаточно такой несложный, с послаблениями. Но я думаю, что, тем не менее, для человека верующего, церковного, вопрос о том, можно исполнять или не надо исполнять, он не стоит. – Вообще, какова конечная цель Петрова поста и вообще смысл этого поста? – Ну, смысл поста, во-первых, напоминание о апостолах. Дело в том, что, если мы почитаем деяния апостолов, после Пятидесятницы апостолы приготовились к своему апостольскому служению, вот к тому, что они потом пошли проповедовать Евангелие, они приготовились постом и молитвой. Как бы пост – это то, с чего началась евангельская проповедь уже апостолами. И мы вот тем самым как-то пытаемся, ну, не то чтобы подражать апостолам, хотя на самом деле нам надо им подражать, потому что слова Христа «идите в мир и проповедуйте Евангелие всей твари» – это слова, хотя и обращены были к апостолам, но они относятся и к каждому из нас, к каждому христианину, потому что нам заповедано проповедовать Евангелие, проповедовать Христа своей жизнью, своим словом, своим учением, если угодно. Поэтому мы как-то пытаемся, ну, хотя бы отчасти прикоснуться к тому апостольскому подвигу. Правда, плохо, что у нас отсутствует какое-то продолжение этого. Мы попастились, потом разговелись и живем дальше. А вот нам бы, попастившись бы, осмотреться внимательно вокруг себя и посмотреть, а кому бы надо рассказать о Христе, о церкви, о вере, и заняться бы этим по-настоящему, тогда было бы гораздо более правильное и более точное исполнение заповедей об апостольском посте. Тогда мы были бы больше, приблизились бы к их пониманию церковной жизни, их пониманию проповеди. Поэтому, я думаю, что пост соблюдать надо, но хорошо бы продолжить этот пост еще и апостольской проповедью. Еще есть вопрос от зрителя. Если по состоянию здоровья нет возможности держать пост перед причастием, можно ли приступать к таинству? Можно, можно. Вообще, по отношению к посту, есть такое очень хорошее святоотеческое определение. Мы не тело убийцы, а страста убийцы. То есть, мы не убиваем тело, мы пытаемся убить страсти. Вот для чего нужен пост, вот для чего нужно воздержание, вот для чего нужна аскеза. Вот, если тело человеку отказывает, вот, ну, бывает так, человек болеет, человек, или там у него какие-то хронические болезни, которые требуют определенных видов пищи, определенного режима приема пищи, да, то, конечно, пост может быть отменен. Вот, ну, перед причастием нужно постараться, во всяком случае, изо всех сил сохранить так называемый евхаристический пост. То есть, неедение с 12 часов ночи предыдущего дня. Вот, скажем так, вот, ну, обычно человек ночью спит, не ест, а потом, если утром придет причаститься, ну, как правило, в большинстве случаев это удается соблюсти. Хотя, есть, скажем, диабетики, которым нужно обязательно с утра уколоть, сделать укол, потом что-то съесть, и потом только, да. Конечно, в таких случаях разрешается, и люди, так, страдающие такими болезнями, они, вот, не постятся, или постятся не в полной мере, да и многодневные посты тоже, вот, могут, нарушают или содержат неполной степени. Это все зависит от возможности человека. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Всего доброго. До самого вечера в конференц-зале Игуменского корпуса Спасского женского монастыря велись оживленные споры. Экспертная комиссия второго межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» оценивала работы из разных регионов Приволжского федерального округа. Ульяновск, Саратов, Киров, Оренбург и Казань. Духовенство и педагоги из этих городов вошли в состав комиссии. Всероссийский конкурс в области педагогики «Работа с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя» проводится Министерством образования и науки Российской Федерации и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации при поддержке аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. В нем могут участвовать преподаватели всех типов учебных заведений. Они представляют на конкурс свои авторские курсы, учебные пособия, издания, которые помогают познакомить школьников и молодежь с духовными традициями и историей России. Сегодня состоялось заседание экспертной комиссии конкурса «За нравственным подвиг учителя» по Приволжскому федеральному округу. Эксперты рассматривали работы, которые пришли из всех метрополий, входящих в состав Приволжско-федерального округа, оценивали эти работы и принимали решение, кто выйдет на третий этап, чьи работы уедут в Москву для участия в финальном этапе конкурса. Споры у нас были безусловно. Без споров это неинтересное заседание экспертной комиссии. На второй этап конкурса поступило 38 работ из 12 регионов Приволжского федерального округа. После обсуждения были определены победители, а также принято решение о присуждении ряду участников конкурса специальных наград. Были споры, конечно. Было очень интересно. Обсуждались разные проекты совершенно разного направления. И издательские проекты, и проекты методических разработок по основам религиозных культур светской этики. И проекты духовно-нравственного воспитания. И, конечно, спектр был очень большой, и работать было очень интересно. Сверхзадача здесь, конечно, во-первых, это усиление интеграции системы образования светской и церковной. Вот это, я думаю, самое главное. И, конечно, очень важно то, что этот конкурс, он дает возможность обратить внимание не только на обучение, но и на воспитание школьников и молодежи до 20 лет. Заседание конкурсной комиссии состоялось на следующий день, 11 июня, в колонном зале правительства Ульяновской области под председательством митрополита Симбирского и Новоспадского Лонгина. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий Кулик, исполняющий обязанности министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова, члена экспертного совета конкурса. Открывая заседание, митрополит Лонгин рассказал об основных задачах конкурса. Очень хорошо и правильно, что конкурс «Задранственный подвиг учителя» проводится совместно с государством и церковью. Сегодня он является примером успешного церковно-государственного сотрудничества в области образования. Перед всеми нами и духовенством, и школьными учителями, и преподавателями вузов, других образовательных учреждений, органами власти всех уровней стоит одна большая общая задача – постараться передать молодому поколению все то доброе, что несет в себе традиционная русская духовная культура. Все мы хотели бы, чтобы наши юные сограждане росли добрыми, трудолюбивыми, ответственными людьми, любящими своих близких и свое отечество. И мы вместе должны потрудиться для этого. Председатель экспертного жюри Денис Макаров объявил победителей второго межрегионального этапа. В финале соревновалось семь работ от десяти участников из пяти регионов Приволжского федерального округа. Главную премию эксперты решили не присуждать. Среди особо отмеченных ими работ – проекты семейных клубов, занятия по истории и культуре родного края «Малая родина, большая любовь» и даже интеллектуальная интерактивная игра для школьников «Познай истину». Победители продолжат творческие состязания на третьем, общероссийском этапе. Награждение победителей планируется провести на рождественских образовательных чтениях в Ульяновске в декабре 2021 года. В завершение встречи был подписан протокол с итогами межрегионального этапа. Награды Симбирской митрополии, архиерейские грамоты и благодарственные письма были вручены председателю и членам экспертной комиссии конкурса. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы о вере, и сегодня к нам поступил на почту такой вопрос. Есть такое выражение – незнание закона не освобождает от ответственности. Применимо ли оно к духовным законам? Если, к примеру, человек невоцерковленный и не знает заповедей Божьих во всех деталях, он же будет грешить в любом случае. Равноценен ли его грех греху воцерковленного человека? Дорогие друзья, все мы знаем, что голос Бога в нас – это совесть. Поэтому в каждом человеке есть совесть, и именно она регулирует, как человек относится к своим окружающим, близким людям, да и дальним тоже, которые встречаются на его жизненном пути, и как относятся к жизненным обстоятельствам. И у каждого этот голос звучит несомненно. И даже если человек не знает буквально заповедей десяти, не знает заповедей блаженства, то в нас сокрыта эта великая искра Божия, тайна Божия – это совесть. Поэтому в каждом человеке это есть совесть, и Господь будет спрашивать нас в первую очередь, как с незнающего, если ты не знал о заповедях Божьих по совести, а если ты узнал, окунулся в мир заповедей Божьих, то, несомненно, Господь будет спрашивать по тому, сколько нам дано, как говорится. Кому было много дано, с того много и спросится. Кому дано было мало, тот будет и биен мало. Исходя из Священного Писания, мы понимаем, что спрос с того человека, который не знал заповеди, он будет по совести, а спрос с того человека, который был с заповедями знаком, он будет, конечно, с точки зрения вот этих заповедей. Но мы помним, что Господь прежде всего – это милость, это любовь. Если человек искренне имеет покаяние, даже если он и не знает десять заповедей, но в нем вот это чувство возгревается, что он делает что-то не так, творит что-то не так, и вот это Господь приемлет. Поэтому закон, он, конечно, ниже милости Божьей, ниже любви Божьей, превыше всего – это Божья любовь, которая исцеляет, которая помогает человеку и которая возвращает человека на тот путь, который человек должен совершать здесь на земле, зрея, к жизни вечной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова